Повышаем настроение двойной выгодой. Карта прибыли от банка Уралсиб – это высокий процент на остаток, кэшбэк до 3% и бесплатное обслуживание. Уралсиб. Перспективы там, где вы. 25 лет назад на небосклоне российского телевидения зажглась новая – яркая звезда под названием «ТНТ». Это недостаточно бурные аплодисменты. Давайте еще раз! «ТНТ»! Тогда мы еще не знали, что на наши плечи ляжет тяжелая ноша. Ведь мы – лучший развлекательный телеканал в стране. А остальные телеканалы нам завидуют. Ведь это мы придумали танцы. Да, вы в танцах. Это мы придумали песни. А я вам делала лилайн! Это мы научили всю страну чувствовать нашу любовь. Это мы сделали из священника-врача, а из 40-летних мужиков – студентов. Это на нашем канале Дмитрий Нагиев нашел славу и потерял волосы. Это на нашем канале Гарик Мартиросян нашел славу и потерял волосы. Это на нашем канале Алексей Куличков просто потерял волосы. Кошмар. Это мы придумали пятигорское телевидение еще до того, как оно появилось в Пятигорске. Это мы придумали отбирать песни убедных и отдавать их богатым. А че, мне не отдали, я бы тоже спел. Это мы всем телеканалом сделали так, что Ольга Бузова думает, что добилась всего сама. У меня даже есть вот эта штука в дырочку. Как она называется? Мухобойка. Это мы придумали такие слова, как... Это мы придумали говорить звездам со сцены, что они никто. Типа, как будто бы это шутка. Вы самая гласная биполярочка, которую я видел. Спасибо. 25 лет мы отдавали все силы этому каналу. Старались, чтобы зрителю понравилось. Все время стремились к новым высотам. И, папа, что-то произошло. Десятки проектов, сотни звезд, тысячи городов, миллионы зрителей. И это нам всего лишь 25. ТНТ. Это мы. Всем здравствуйте! Добрый вечер! Добрый вечер! Здравствуйте! Это ТНТ. Это Камзи Клаб. Мы аплодируем всем нашим телезрителям! Сегодня необычный вечер. Сегодня торжественный вечер. В этом году ТНТ исполняется 25 лет. И мы празднуем это здесь! Как я рад всех видеть! Все звезды ТНТ здесь. Аплодисменты здесь. Все. Камеди составы разных лет. Камеди вумен. Женский стендап. Все сериалы телеканала ТНТ. Все красивые, нарядные. Все великолепные. И Гагунский пришел. Супер! Давайте все вспомним, как развивался наш любимый канал. Ребята, 25 лет назад, в 1998 году, появился телеканал ТНТ. Смотрите, как менялся логотип канала за все это время. Сначала были круги, потом какие-то непонятные буквы. И прям видно, в какой момент на ТНТ пришли армяне. Брат на рубинах, сделай золотые буквы. Как мои туфли, только логотип пусть будет, а? Многие узнали канал ТНТ, конечно же, из реалити-шоу. Голод за стеклом. Большой брат. Дом. Аплодисменты. И с них все началось. Вспомните шоу «Дом». Его вел Басков. Басков, покажите. Он тогда еще был нормальный, посмотрите. Он еще одевался в магазине «Сударь». Это уникальная фотография Баскова на фоне бедности. Посмотрите, встретились два чайника и золотая чаша в одном кадре. Посмотрите, какой он скромный. У него тут из отбелиного пока только рубашка. Но все хорошее в какой-то момент заканчивается и начинается «Дом-2». Кстати, «Дом-2». Аплодисменты «Дому-2». «Дом-2» вошел в книгу рекордов Гиннеса как самый долгоиграющий испанский стыд. Также хочется сказать этому проекту спасибо за то, что он подарил Ольгу Бузову. Я не знаю, подходящее ли слово «спасибо», но что-то надо говорить в этом случае. Да, да. Какая красавица, да? Утная. А теперь вспомните, какой Бузова появилась на ТНТ. Посмотрите, просто натерлась блином и приехала, а. Это вот в армии сварили в луковой шелухе, да? Тогда еще у Ольги вместо лба был шар для боулинга. Такие времена были. Посмотрите, это же дочь Олегрова и Мигеля. Это если бы Доширак был человеком. Вот это, вот оно. На самом деле, преимущество шоу «Дом-2» в том, что девочки приходили туда гадкими утятами. А теперь мы знаем этих прекрасных лебедей. Аплодисменты. Ольга Бузова, Ксюша Мородина, Боня, Водонаева. Ну, если «Дом-2» для девочек был трамплином в жизнь, то для парней это была яма. Покажите. Ой, ребята. Чтобы вы понимали, вот этот вот белый, он не был в «Доме-2», но вопросов нет как бы. Мог бы быть. Уберите его, чтобы он не мешал. Посмотрите, это как будто нейросеть попросили нарисовать похмелье. Просто все виды нарушения черепов. Я до этого не задумывался, но сейчас думаю, а можно брейкеты прям на бошку с детства ставить людям? Посмотрите на Должанского. Он выглядит, как будто кто-то создавал персонажа в компьютерной игре, и в какой-то момент, да ладно, бросил их шоу. Это единственный человек с усами на лысине, посмотрите. Коля с нами, аплодисменты ему. Коля, молодец, что сбрил усы. А Венцеслав, покажите Венца. Это же клещ под микроскопом, а? Посмотрите, как будто восковая фигура Виктора Гусева потекла от жары. Венцеслав, кстати, был единственным мужчиной, которого в Доме-2 били женщины. Покажите это видео. Ты знаешь, что ты предатель? Ты знаешь, что предатель? Ты предатель. Честно, я думаю, он там сидит до сих пор. Но на самом деле, Венц с нами, аплодисменты ему, он здесь. Ты зря встал, садись, вокруг много сильных женщин. Только наш канал похищал людей и давал за это деньги. Я сейчас про шоу-такси, друзья. Шоу, где ты садишься в машину, а там вот это. Это Лёх Куличков, он здесь с нами. Лёш, привет, мой земляк, хороший друг. Это единственный таксист, который таксовал для души, а так-то он ведущий на телевидении. Мы впервые поняли, что людям нужны скандалы. У нас было шоу-окна. Шоу, которое люди включали, чтобы увидеть драку. Но мало кто знает, что многие известные нам звёзды начинали в шоу-окна. Внимание, фрагментик. Мария. Куда угодно. Здравствуйте. Я на самом деле свободный человек, и могу встречаться одновременно даже с десятью мужчинами. Как к тебе обращаться, Ксюша или Маша? Или всё-таки Мартина? Потому что, внимание, Мартина. Добрый вечер. Я приходит на вашу программу, потому что у меня проблема. Целая в том, что я искать идеальный русский мужчина. Вы заметили, она играет испанку с белорусским акцентом. Вы слышали, как она поздоровалась? Добрый вечер. Я ищу настоящего русского мужчину. Как будто Лукашенко Путина на саммите потерял. Русского мужчину ищу. Ксюша, аплодисменты тебе. Это шикарно. Наш канал раскрепостил страну. На ТНТ был секс с Анфисой Чеховой. В смысле, передача секс с Анфисой Чеховой. Может, у кого-то там и было, я не знаю. Вспомните, это была первая передача, в которой ведущая пересказывала порно-сайты. Посмотрите, что за герои. Новый владелец члена Распутина. На хлеб зарабатывает анонизмом. Вскрывает девственников, как шампанское. Учился сексу через боль. Всегда в боевой готовности. Запомните это лицо. Это фундамент ТНТ. За 25 лет на ТНТ были такие сериалы, как Интерны. Аплодисменты им. Физрук. Аплодисменты им. Универ. Да, конечно. Кстати, в этом году еще один юбилей. Ровно 10 тысяч лет исполняется сериалу Саша Таня. На самом деле 10 лет, но есть ощущение, что сериал дольше, чем существует человечество. На ТНТ больше 16 лет идет битва экстрасенсов. Аплодисменты этим, ребятам. Я все думал, для кого все эти магазины с бижутерией, с бусами в переходах. Оказывается, вот, для них. Посмотрите, да? Все, что угодно подходит. Это победители Евровидения за все годы. Это в отделении полиции, где написано «Закладчики месяц». Так выглядит любой родительский чат. Аплодисменты экстрасенсам. На всякий случай, на всякий случай, мы не знаем. И главное, ТНТ подарил миру нас. Камеди Клаб. Все эти 25 лет мы старались юмором продлить вашу жизнь. И лично от меня я хочу сказать. ТНТ, я люблю тебя, Лейсан. А сейчас то, благодаря чему мы смотрим ТНТ 25 лет. Реклама на ТНТ. Сейчас умрете со смеха. От создателей игры. От продюсеров КВН. Новое большое юмористическое шоу. Все очень здорово. Насмотрелись вдоволь. Вы про соски или про что? Которое могло появиться только на ТНТ. Органы опеки пришли забирать ребенка у очень плохих родителей. А нам дайте! А нам дайте! Это круто идти! 100% это твоя команда. Лига городов. 17 сентября. В 9 вечера. Премьера на ТНТ. Сегодня в день рождения канала ТНТ. Мы решили провести специальную премию и наградить самых крутых звезд ТНТ. И самые крутые проекты ТНТ по итогам 25 лет. И мы будем вручать награды не просто так, а на основании конкретных фактов. Мы подсчитали все. Статистику, цифры, даты, рейтинги, просмотры. Все очень серьезно. Все абсолютно объективно. Это не какой-то Оскар. И поэтому, ребята, давайте сразу перейдем к первой номинации. Самый долгий сериал. Итак, в этой номинации представлены такие сериалы, как... Реальные пацаны. Универ. Саша Таня. И счастливы вместе. И победителем становится сериал Универ. Ребята, поздравляем вас, поздравляем. Чтобы вы поняли, люди, которые выходят на сцену, вы, скорее всего, их не знаете в лицо. Это продюсерский и авторский состав сериала Универ. Это из-за них мы мучаемся все эти годы. Реальные пацаны, 274 серии. Саша Таня, 300 серий. Счастливы вместе, 365 серий. Универ, 555 серий. Спасибо большое. Спасибо. Я хочу сказать спасибо еще и чтобы вы поаплодировали создателям сериала Иславиду Сумхаметову, которые 15 лет назад придумали этот сериал. Они его придумали и обеспечили нас стабильной работой на эти 15 лет. Спасибо им большое. Мы будем писать, пока актеры живы. Ребята, спасибо вам огромное. Это просто фантастика. Следующая номинация называется «Лидер Эфира». Под ваши аплодисменты. В ней мы посчитали не только количество выпусков, но и количество повторов. И вот наши номинанты. Однажды в России. Шоу «Битва экстрасенсов». АПЛОДИСМЕНТЫ И сериал «Саша Таня». АПЛОДИСМЕНТЫ И наши победители – сериал «Саша Таня». АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Валя, держи. Послушайте, пока ребята не начали говорить, чтобы вы поняли. За все годы сериал «Саша Таня» набрал около 13 тысяч повторов. 13 тысяч повторов. Всего у сериала более 300 серий. Получается, что каждую серию «Саши Таня» зрители ТНТ посмотрели более 40 раз. Добровольно. По собственному желанию. Ребята, это просто браво. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, спасибо. Ребята, слушайте, ну я даже представить себе не могла, что кто-то может что-то посмотреть 13 тысяч раз. Ну, в любом случае, вам 13 тысячекратное спасибо. Мы будем продолжать снимать. А вы продолжайте смотреть. Так, ну все. Мы на съемке. Давайте. Спасибо. 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 А теперь давайте ненадолго прервем нашу церемонию. Мы все-таки юмористическая передача. Итак, специальный праздничный номер в подарок нам всем. Представьте, где-то в Москве автор сериала «Саша Таня» пишет очередную серию. Саша скидывает остатки брокколи в раковину. Это уже смешно. И тогда, что тогда? Что бы на моем месте сделал Спилберг? Раковина засоряется. Гениально. Наконец-то я тебя нашел. Так вот ты какой, сценарист Саши Тани. Так вот какой ты, Андрей Гайдулян. А продюсеры тебя неплохо спрятали. Я бы сам никогда не оказался в доме, где есть азбука вкуса. Андрей, ну как ты меня нашел? Я зацепился за дно газели, на которой привезли нам твои сценарии. А почему ты не на съемках? Что-то случилось? Случилось! Мне достало сниматься в «Саши Тани». Я 10 лет. Играю одно и то же. 10 гребаных лет! Ого! Уже 10 лет прошло? А я думаю, что у меня так нога затекла? Ё-моё! А что у тебя новенького? Ничего новенького! Я же тебе говорю, я 10 лет каждый божий день провожу на съемочной площадке. Я даже не знаю, зачем я квартиру в Москве купил, если я там ни разу не был. Ты понимаешь, что я жизнь свою пропустил из-за сериала? Мне столько нужно наверстать. Спиннеры. Чат-рулетка. Жду! Хотя бы понять, что эти слова означают! Андрей, я тебя услышал. Я обязательно знаю и обыграю это в сценарии. Не надо ничего обыгрывать! Ты встань на моё место. Я четверть жизни играю другого человека. И я уже не понимаю, где мои воспоминания, где Сашки Сергеева. Вот был у меня в универе тупой качок или нет? Или он вообще у всех был? Я не знаю. Я с женой сексом занимаюсь, а сам думаю, тебе же Таня сказала, Сергеев, две недели без секса. Ты что делаешь? Чем я тебе могу помочь? Я хочу, чтобы ты закончил этот сериал. Это не в моей компетенции. Это тебе надо к продюсерам. Я был молодой. Подписал договор, по которому обязуюсь сниматься до последней серии. Я думал, ну год. Ну два. Ну сколько можно выжить из двух героев и одной локации? Но, сука, десять лет! Ты тысячи пишешь! Ты тысячи пишешь! Остановись! Довольно! Андрей, давай всё обсудим. Вы сейчас какую серию снимаете? 560-ю. Так вы только в начале пути. Ну сколько там ещё? Ну дай мне хотя бы ещё, ну, тысячу серий. Хрена себе! Тысячу! Так, Саша Таня, это же космическая сага! Я её просто очень издалека начал. Ваш правнук, он будет избранным. И тогда... Какой нафиг правнук? Я тебе говорю, я устал играть, Саша. Ты понимаешь, я... Я кто родной роли? Я... Я как Дэниэл Рэдклифф! Нет, ты вообще не рядом! Нет! Ты великий! А Гарри Поттер, что это? Что это? Короткометражка на шесть серий. Пшик! Пойми, пойми, я... Я хочу попробовать что-то новое. Я драматический артист. Я учился у нас здесь. Я учился в Америке, в американской школе Листрасберга. Я вот так хочу! Под шум и звон однообразный, под городскую суету, Я ухожу душою праздный, в метель, во мрак и в пустоту. Я обрываю нить сознания, я забываю, что и как. Кругом снега, трамваи, здания, а впереди огни и мрак. А в сериале я играю только... Данечка! Я не ел эти бургеры! А в чём разница? Обе ситуации тяжёлые. Хорошо. Я понял, я понял. Давай, всё, я понял. Давай я тебе денег дам. Хочешь денег? Да, давай. Сколько ты получаешь за серию? Ну, раз в неделю я оставляю сценарий под камнем и... И забираю оттуда тушёнку. Нет, сейчас не потяну. Давай так. Давай, давай не будем заканчивать сериал. Продолжай, пиши. Но! Но! Мы выведем Сашу сценарий. Как-нибудь гумористически. Как ты любишь. Точно, точно, да. Например. Так. Давай. Значит, Таня. Так. Так долго принимала ванную. Так. Что Саша? Так. Засох от обезвоживания. Ну, ты же видишь, сюжеты бесконечные. Я тебя зашибу сейчас! Ладно, ладно, Саша, Андрей. Я опишу последнюю серию. Как ты пожелаешь. Пожелаешь. Хорошо. Хочешь финальную серию? Я её опишу. Вот. Саша перепутал столовую и ест бычьи пенисы, не отрывая от быков. Шо, уже не хочешь финальную серию? Продолжаем снимать? Дай сюда. Нет, Андрей. Дай серию. Нет, Андрей. Отдай серию. Андрей, Андрей. Андрей. Ну, ёлки-маталки. Валя. Валюша. Валюша. Ну, ты куда сорвался, а? У нас там процесс встал. Хорошо, у нас на площадке кресло груши было. Нам со спины пару серий с тобой отсняли. Фух. Валя. А? Валюша. Ау. Ау. Знакомься. Вот. Это тот человек, из-за которого мы до сих пор снимаемся в сериале. Это наш сценарист. Здрасте. Ой, здрасте. Спасибо большое. Я ваша фанатка. Я ваши все серии читала. Так, слушайте. Знаете что? А можно там как-нибудь в сценарий вписать, что Таня себе виниры поставила? Так хочется. Хорошо. Стопа! Что? Ты что перед ним лебезишь? Я вообще-то пришел сюда, чтобы закончить этот сериал. Андрей, ты чего? Наш сериал нельзя заканчивать. Под наш сериал люди обычно готовят или убираются. Если нас перестанут показывать... Страна умрет от голода в грязи. Десять лет. Ну, десять лет мы играем одно и то же, сука. Это скука! Андрей, это стабильность. В нашей стране только три человека знают, где через три года работать будут. Ты, я и еще один человек. Валя. 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 Андрей! Слайте двигаться не по наружку! Ну, ладно, если Андрей хочет финальную серию, я ее дам. Она написана. Хорошо. 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 Вот она. Вот она. Это... Ты что делаешь? Вот она. Да, в конце надо было много сказать, забирать. Ты что, издеваешься? Ты. Это 20 лет снимать. Ну, большая получилась, да. Ну, мы будем ее кусочками по 20 минут раз в неделю показывать. Подожди. То есть ты хочешь сказать, что 20 лет и я свободен? Да. Да! Ю-ху! Кайдулян всегда получает то, что хочет! Да! Валя! Валя, погнали! Меня ждут шпиннеры! Валя! Про виниры не забудьте. Все, все. Андрюшка! Валя! Валя! АПЛОДИСМЕНТЫ Шла эпоха. Чем же мне теперь заниматься? АПЛОДИСМЕНТЫ Здоров! АПЛОДИСМЕНТЫ Свободен? АПЛОДИСМЕНТЫ Да! Наконец-то! Десять лет этому ждал! АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, погнали! АПЛОДИСМЕНТЫ Многие мужчины постоянно думают, что показать своей женщине, чтобы ее точно удивить. Кто-то везет свою к океану, кто-то катает на воздушном шаре, кто-то просто ходит по дому без майки. Хотя можно поразить женщину, не уезжая из Москвы. Для этого подойдет квартира от Левел. Живописные виды, высокие потолки, стильные лобби. Выбирай Левел. Выбирай жить на новом уровне. Жизнь в Левел — это пространство. Лобби, чтобы успеть посмотреть любимое шоу одному или в просторной квартире всем вместе. Левел. Жить на новом уровне. Мы продолжаем нашу премию в честь 25-летия канала ТНТ. В следующей номинации сразятся проекты, у которых было больше всего оригинальных выпусков на ТНТ. Наши претенденты. Сериал «Универ». Реалити-шоу «Дом-2». И «Камеди-клаб». Ну и побеждает, конечно, наш любимый, наш родной «Дом-2». Всю жару, поднимайся. За эти годы сериал «Универ» выпустил 555 серий, «Камеди-клаб», 785 программ, телепроект «Дом-2». Более тысячи выпусков. Я скажу честно, мы досчитали до тысячи, а потом бросили считать вообще. Ксюш, это твое. Держи. Спасибо огромное. Я когда зашла в студию, увидела, что огромное количество ребят, кто участвовал в «Доме-2», тоже присутствуют здесь. Хочу всех поприветствовать. Ребят, спасибо огромное, потому что без вашей смелости, без вашей любви не было бы такого крутого проекта. Спасибо большое, ТНТ. Вы сделали невероятно крутое и легендарное, когда убрали «Дом-2» из эфира. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. От души поздравляем. Красавцы. Так, друзья, давайте опять отвлечемся от премии и вернемся в Камеди Клаб. У нас есть игра, которая называется «Харламов против всех». Правила очень простые. К Харламову на сцене по очереди будут выходить звезды ТНТ. Харламов будет нести всякую чушь, задачу выходящих. Как можно дольше не засмеяться. Итак, давайте представим в кабинете продюсера ТНТ. Здравствуйте. Добрый вечер. Кто у нас там? Денис Дорохов. Зовите. Денис, пожалуйста. Пожалуйста. Батюшки. Самый короткий вообще за всю историю. Иди, стой и сюда вставай. Поехали. Батюшки могли бы с вас порчу снять. Какие люди, оказывается, бывают. Да это же сам бастард Несуразович Мелочь. Проходите, пожалуйста. Позвольте представиться. Здравствуйте. Я камызять, гендиректора ТНТ. А за март, не заплатив. Чай, кофе, что будете трахать? Поехали. 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 До свидания. Подожди, подожди. Вернись. Вернись. Значит, тут пришли ваши анализы. Кстати, больше не присылайте нам ваши анализы. Мы придумали для вас шоу. Вас разрывают напополам. Это заставка. Дальше шоу ведет Азамат. Также для вас есть новая роль. Идите сюда. Вы обаятельная макака. А по поводу роли поговорим позже. На вас поступила жалоба из собачьего свингер-клуба. Поэтому, поэтому они забирают у вас карту вип-клиента. Уж простите. Отпусти меня. Вернись. Я не хочу. Вернись. Я устал. Подожди, вернись. Вернись. На самом деле, вы очень классный актер. Вы прекрасный актер. Замечательный актер. Поэтому наш канал предлагает вам стать лицом к стене. И так передвигаться по-всю. Давайте сыграем в города. Правила очень простые. Я называю вам город. И вы в него навсегда. Самара! Счастливого пути! Денис Зорогов! Спасибо большое! Что у нас дальше? Шипзик из Греции. Ух ты! Сам он! Забейте. Демис, пожалуйста, проходите. Вас жду. О, какие люди! У меня аж волосы на голове есть. Это же Демис на Реал Мадрид Карибидис. Гавриленочка, будьте добры. Принесите мне все, что не доел. Аверин. Я слышал, этим летом вы были в Италии. Как к этому отнесся сам Виталий? Я в соцсетях видел, вы выкладываете разные фото, как вы готовите еду. Ну, я все это переварил. И, пожалуйста, вот фотка. Спасибо, Демис. Надо было... Демис Карибидис. Александр Реву. Да вы что? Конечно. Александр, заходите. Да. А кто это у нас тут такой? Это же сам Онет, Обожевич Огогоев. Шел великан с мешком красавцев и наступил на вас. Пожалуйста, проходите. Вы, если мне не изменяет жена... Массажист моей жены. Как добрались? Там большая пробка. Повернитесь. А, уже рассосалась. У меня к вам важный вопрос. А где, ребята? Мы нашли вашего двойника. Вы согласны на тройничок? Мы поговорили с бухгалтерией и решили вам немного накинуть. Теперь вам 64 года. Боже мой! Я же вас еще вот таким помню! Александр Ревудович. Это было браво. Марина Федорович просится. Бартиншу, конечно. Конечно. Приглашаем. О, какие люди без клетчатой сумки. Матерь Колина Умова, кого я вижу. Ну что ж, раз вы здесь. Значит, где-то сейчас едет мотоцикл с пустой люлькой. Леночка, поздравь меня. Мне попался самый большой скрипыш. Теперь по поводу вашей просьбы. Я все узнал. Чехословацких дилда нигде нет. Я вам больше скажу, их никогда и не было. Но есть хорошая новость. Вы провели соцопрос, чтобы выяснить, что любят россияне. И вы оказались на 15-м месте. Между говяжьим языком и ходить в шортах. У меня для вас предложение. Новый проект на нашем канале. Чтобы вас заинтересовало, скажу сразу, он дерьмовый. Давайте кинем монетку. Выпадает решка. Раздевайтесь вы. Выпадает орел. Я заправляю его обратно. И застегиваю штаты. У женщин, конечно, спрашивать такое не принято. Но все же. Утренний стояк у вас во сколько? Зарплату, конечно, мы поднять вам не хотим. Поэтому я написал для вас песню. Фи, Фиду, Фидункиев. Ладно, отдам каким-нибудь немцам. Спасибо большое. Марина, спасибо тебе, товарищи. Спасибо. Марина, Фиду, Фидункиев. Это непростая задача, скажу я вам так. Я самому живу еще веселую. Иностранца примите. Да, конечно. Кто это? Микель, заходите. Батюшки такими не бывают. Это же новая русалочка. Вы же, если я не ошибаюсь, Сергей Несветлаков. Позвольте представиться. Я известный танцевальный продюсер. Шпагат. Контемпорович Утяшев. Чай, кофе. Или что вы там в детстве на плантациях выращивали. Леночка, не бойтесь. Он не пришел нас грабить. Это ведущий. Мы решили поднять вам зарплату. Теперь вы будете получать ее на 47-м этаже. Говорят, плохому танцору что-то мешает. И вот сейчас, когда мы наедине, и нам ничего не мешает, у меня для вас подарок. Смотрите. Специально для вас. Мигель для душа. Специально для шелковистых мужчин. Идите мойтесь. Мигель, друзья. Молодец. Как держался. Мигель. Мигель. Все, друзья, по-моему, все. Карласка. Спасибо. Спасибо большое. С днем рождения ДМТ. С днем рождения нас все. Ура. Первый сезон Иванько закончился на этом моменте. А что будет дальше? А что будет дальше? Дальше. 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 Что будет дальше? Дальше. 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 Ты, Иванько. О, да. Ты все-таки позвонила в дверь. Карламов мне 100 баксов проиграл. Гар, ну поздравляю, ты мне садку должен. Что значит по курсу? А что будет дальше, узнаешь во втором сезоне «Иванько». 18 сентября в 8 вечера на ТНТ. Мы продолжаем нашу премию. Следующая номинация называется «Лидер рейтинга». Её получит тот, кто за всё время существования телеканала ТНТ показал самый высокий рейтинг. Наши номинанты – «Битва экстрасенсов», «Наша Раша» и «Полицейские срублёвки». И обладателем номинации «Лидер рейтинга» становится безоговорочно «Битва экстрасенсов». Поздравляю, от души поздравляю. Ребята, держите. Слушайте, немного информации. За время существования ТНТ самый высокий рейтинг отдельного выпуска показала шоу «Битва экстрасенсов». Отдельный выпуск этой передачи одновременно смотрело 17 миллионов человек. Это самая лучшая передача, которая не просто что-то там предсказывает, она показывает факты. И вот сейчас были какие-то вот очень слабые, по-моему, аплодисменты. Можно лучше. Да прокляни их, да и всё. А мы хотим сказать большое спасибо каналу ТНТ. С днём рождения каналу ТНТ. И огромное спасибо, конечно, Камеди, что вы всё это сели и всё это подсчитывали, считали. Спасибо всех с праздником большое. Мы чувствуем вашу любовь. Спасибо. Вам спасибо большое. Продолжайте. Продолжайте, пожалуйста. Ну и, наконец, самая главная награда на сегодня. Телеканал ТНТ решил вручить специальную премию тому, кто по итогам этих 25 лет самый крутой из всех ТНТшников. Итак, лицо ТНТ. За 25 лет своего существования канал ТНТ собрал, да даже вырастил, очень много крутых ведущих, актёров, юмористов, людей, которые стали настоящими звёздами не только на ТНТ, но и во всей стране. И чтобы определить лицо ТНТ, мы взяли в расчёт всё. Количество эфиров, поклонников, проектов, рейтинги, уровень узнаваемости. Всё подсчитали и пришли к выводу, что лицом ТНТ по итогам 25 лет стала Ольга Бузова. Оля, поднимайся на сцену. Это твой приз. Давай. Я проклинать не буду, я просто могу песню написать, если что. Нет, спасибо, это праздничный вечер. Мои хорошие, спасибо большое за этот приз, я правда нервничаю, спасибо большое моим людям, спасибо моему каналу, спасибо моей стране, спасибо, что так высоко оценили мой труд, спасибо за это, спасибо моим коллегам, которые принимают это. Я, конечно, извиняюсь, все согласны с этим? Не, серьёзно, это всех устраивает? Просто по итогам 25 лет лицо канала Бузова? Да. Окситесь, очнитесь, оглянитесь, обернитесь. Ну какая Бузова, ну... Саш, что началось вообще? Не, я не против тебя, ты замечательная девочка, у тебя многомиллионная аудитория. Я верю, что их всех когда-то вылечит. Но ты не лицо канала ТНТ. А ты считаешь, есть более подходящая кандидатура? Конечно. Ну это, во-первых, любая другая кандидатура. Ну а во-вторых, я считаю, что лицо канала ТНТ может быть смешной, дерзкий, сексуальный. Человек, который вовремя ушёл из Comedy Club. Спасибо, Саш, что представил у меня. Спасибо огромное. Добрый вечер. Действительно, это правда. Это должен быть смешной, дерзкий, сексуальный тот, кто вовремя ушёл из Comedy Club. Гарик, то есть ты сейчас тоже будешь говорить, что я не заслужила стать лицом канала ТНТ? Ты заслужила. Мы всей страной заслужили это. Я понимаю, что мы в какой-то момент все не туда свернули. И вот факт. Лицо ТНТ Ольга Бузова. Слушайте, ребят, я реально не понимаю, что началось. Паш, я сегодня отменила концерт на пять тысяч человек. Оля ещё и добрая. Она сделала добро пяти тысячам человек сегодня. Но, если говорить честно, если выбирать между Сашей и Олей, я думаю, что в целом в плане таланта, работоспособности, харизмы, да и чего же там скрывать, внешних данных, конечно же, я. Конечно же, я. Идеальная кандидатура. И, во-первых, я думаю, что лицом, да, лицом ТНТ должен быть армянин. И, во-вторых, это должен быть человек, который сделал для канала больше, чем все остальные. Я прошу прощения, Гарик. Я считаю, что лицо канала ТНТ должен быть, ну, немножечко младше и популярнее Гарика. То есть ты хочешь сказать, что я старый и забытый? Нет, нет, я... Подожди, ты хотел сказать, что я старый и забытый. Именно так. Нет, нет, Гарик, ты не подумай. Именно старый и забытый. Нет, ты не подумай. Объективно, да. Но просто если мы даем премию за былые заслуги, то давайте, я не знаю, давайте ее какую-нибудь там Роману Третьякову дадим. Нет, нет. Давать Роману Третьякову – это ошибка. Оля, ну, было и было. Что вспоминать? Сейчас про премию говорим. Давайте... Прошу прощения, что перебиваю, но главные лица ТНТ – это мы, участники проекта «Дом-2». Подожди, вы что, угораете, что ли? Я не пойму... А что такого? В смысле? Как это может быть? Паш, что это такое? Смотри. Вот эти пять человек могут быть лицом ТНТ. А как они могут быть, если они на одном такси приехали? Пятером. Кто-то же из вас водитель, явно? Ну, я водитель! Ты кто такой вообще? Я не понимаю. Николай Должанский. И не проверишь же. Здесь кто-то сказал лицо ТНТ! Не, не, никто не говорил. Никто не говорил лицо ТНТ. Я лицом чувствую, говорили, да. Короче, лицом ТНТ должен стать я. Не вот эти ваши насоляренные, блин, за ботоксиные лица, а настоящее, обычное, русское, среднестатистическое лицо. Дорох, ты еще чьим-то лицом собираешься стать? Ты... у тебя со своим ели получается, ты что? А я не понял, ты что ли должен стать? Ты уже лицо мегафона. И что? Тебе еще лицом ТНТ стать, лицо не треснет, блин. А по-твоему лицо ТНТ сразу треснутое должно быть, что ли? Это эпоксидка. Чуть-чуть болгаркой пройтись и все. Так, все успокоились уже. Хватит, все. Здравствуйте, здрасте. Давай, Серега, разберись. Ребят, ну я просто не понимаю, вот, ну, ну, что вы несете? Ну, 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 ну просто я понимаю, что вы красивые, талантливые, гениальные, но не более. Вы вспомните все эти годы. Вы помните, когда гремела Наша Раша? Прекрасное время. Вы в это время, вы за доширак дрались. Вы трусы Водонаевой донашивали. Я же это помню. А вы вообще сопляками были, сидели в луже, грязью перебрасывались. Лаяли на поезжающих машины. Понимаете, у нас наш проект Наша Раша рождал какие-то фразы, которые в народ просто уносились. Михалыч, понимаешь, что ты очкуешь, лошара, там куча всего. В однажды в России хоть одна фраза есть. Ну, кто-нибудь вспомнит. Ты знаешь, сколько раз обычный человек смотрит однажды в России? Сколько? Однажды. Знаешь, а я понял, что Галусян в Африку ездил. Он на раскопке ездил. Он Светлакова раскопал, да. Да ты успокойся, я тебе сказал. Так, подождите, подождите. Я вообще ничего не поняла. Оля, я сейчас тебе доступным тебе примером все объясню. Вот идет крутая премия. В зале сидит Месси. Да, а премию дают Тарасову. Нельзя. Тарасову давать. Это ошибка. Это большая ошибка. Так, давайте не будем повторять моих ошибок. Давайте правильно давать. Дайте мне премию. Мы считаем, что лицо ТНТ – это реальные пацаны. Нас вся страна 10 лет смотрит. А этой осенью выходит новый сезон. Ты кто? Вова Селиванов. Вова Селиванов не может быть лицом ТНТ. Вова Селиванов может быть лицом Яралаша. Вова Селиванов может быть лучшим работником во вкусной точка. Он может быть на аватарке. Вот сообщение пришло. Вова, как там Селиванов, делаю веники для бани. Теперь в Телеграм подпишитесь. Но не лицо ТНТ, ты пойми. Капец ты, Серега, гнилой. По поводу веников мне больше не звони, понял? Слушай, ну я погорячился. Извините, пожалуйста, там все у ссори. Я тут услышала, что разговорчики про сериал. Вы что, все забыли про универ? Ну? Мы? Да. Мы нет, все забыли про универ. Никто не забыл про универ. Мы 15 лет на экране. Как можно вообще забыть про универ? Это самый крутой проект, да! Да! Этот проект дал мне путевку, жизнь покруче, чем мой реальный универ, между прочим. Так что давайте, ребят, не будем ссориться. Давайте премию. Слушайте, ребят, надо как-то определяться. Давайте уже как-то понимать, кому давать. Давайте, кто за кого голосует. Слушай, объявил меня. Тут все понят. Я не против. Я не против. Это мой премия. Стойте и заткните! Остановитесь! Остановитесь и заткните! Заткнитесь и остановитесь! Да мы стоим! Вот теперь заткнитесь! Да это просто какой-то кошмар. Вы звезды, уважаемые люди. Устроили здесь какой-то базар-вокзал. Я вами очень сильно недоволен. Вами все недовольны. Как так можно? Вас же любит страна. Вас обожают. На вас молятся. На вас теребонькают. Вы уважаемые все люди. И вот это вот все. Дайте премию! Дайте премию! Я самый достойный! Я лицо ТНТ! Да! Может быть не самая лучшая пародия на Ревву. Но все же! Все же! Это очень низко клянчить себе вот эту железявку. Вот очень низко. О чем это вот? Мы все здесь собрались на юбилей ТНТ в программе Камеди Клаб. Поэтому выбирать надо точно кого-то из Камеди Клаб. А кто самый крутой в Камеди Клаб? А кто самый крутой в Камеди Клаб? А кто эту передачу ведет 20 лет? Кто еще ведет кучу остальных передач? У кого самая крутая жена на ТНТ? Самая крутая жена на ТНТ у мужа Тины Кандилаки. Короче, этот приз мой. Короче, он мой. Нет, ребята, это мой приз. Это мои люди. Они так красиво. Они так прогнозовцы будут все себе отжимать. А где татуэта? Татуэта где? А где татуэта? Тот, татуэта! Поехали, 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 поехали! Куда едем? Куда-нибудь подальше! А что это за фигня у вас в руках? Это что ли? Это приз лицо ТНТ. Этот приз мой. А что так запыхались? Может, водички? А есть шампанское? Ладно, давайте воду. Пожалуйста. Что-то вода у вас какая-то странная. Может, водички? Водички. Там-там-тара-да-там-там. Всем спасибо огромное! Это специальный праздничный выпуск, посвященный 25-летию ТНТ. Аплодисменты тем, кто на сцене. Аплодисменты всем, кто в зале. И всем, кто долгие годы остается за кадром. С праздником! Аплодисменты! Аплодисменты. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Аплодисменты. Субтитры подогнал «Симон»